Давайте помолимся и скажем. Отец Небесный, я нуждаюсь в Твоем слове. Я сегодня открыт учиться, готов быть облеченным, исправленным, наставленным в праведности, чтобы быть Твоим Божьим совершенным человеком, ко всякому доброму делу приготовленным. И жить для того, чтобы другие люди познали Бога через меня. Аминь. Никогда это не было просто. Хорошо. В прошлый раз мы с вами говорили о вере. Помните? Мы говорили с вами о вере. Основной текст, который мы использовали, это была Марка 11 глава. Где Иисус Христос говорит, имейте веру в Божью. Я знаю, есть разные переводы, написано имейте веру в Бога. Но я думаю, что Иисус говорит именно о вере Божьей. Потому что то, о чем он говорит, что будет происходить дальше, нужна только вера Божья. Есть ли вера человеческая? Есть вера человеческая. Да. То есть это нормальное, обычное выражение веры во что-либо человеком. Но когда мы соприкасаемся с верой Божьей, то мы понимаем, что мы этот ресурс получаем прямо от Бога. И этот ресурс не ограничен. Нигде мы не видим лимитированную веру Божью. Она не лимитирована, она не ограничена. Неограниченный ресурс. Но опять же, мы начинаем пользоваться этим ресурсом по мере нашего духовного роста. Потому что наш духовный рост напрямую связан с тем въявлением или выражением веры, который мы имеем. Вот иногда люди говорят, что не хватает веры. Кому идти? Идите к Богу. Хорошо. И когда мы с вами читаем, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ею познаем. И дальше написано, что все устроено Словом Божьим. Века устроена Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. И мы дальше читаем. А без веры Богу угодить невозможно. Ибо надо в нас, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. И знаете, в этом воздаянии мы очень часто, туда, знаете, наши такие представления. Чего Он там нам воздает? А я желаю. Да? Это я так молился. Седьмым стихом 15 главы Иоанна Иоанна. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете. Очень мне это нравилось. А я желаю. А я желаю. А вот. И чем Он мне воздает? Тем, что я желаю. На самом деле, когда мы с вами посмотрим, о чем вообще вся 11 глава? О чем она? О вере. И о том, как люди реализовали веру Божью. Да или нет? Да. Написано. Верой Ной, верой Авель, верой Авраам, верой Моисей. И не станете перечислять Едиона, Врака, Самсона, Ифая, Давида, которые совершали те вещи, которые не были обычными, а сверхъестественными. Потрясающе, да? Неограниченный, неэлементированный ресурс веры. И опять же, мы видим, что вера, которую Бог дает, ищущим Его, Он воздает верой. Как интересно, да? Ищущим Бог не воздает то, что они ищут у Него. Он воздает верой. Там шестой стих или четвертый, я не помню. Ну, гляньте в контексте. Шестой, да? И ищущим Его, Он воздает верою. И Он воздал Ною верою. Так что Ной построил ковчег до тех событий, которые произошли. И вообще, построить ковчег, Бог ему показал эти все чертежи. Вот. И все это было очень долго, сто десять лет. И все было правильно. Все работало. Есть один очень важный момент. Сегодня я хочу с вами говорить об обетованиях Божьих. Кто-то посчитал, что в Библии насчитываются тысячи обетований. Не знаю, считали вы или не считали. Может, компьютер вас считал. Ну, около пяти тысяч. Хороших обетований Божьих. Мы не говорим о плохих предупреждениях в Библии. Итак, мы с вами, когда мы смотрим на Библию, то фактически мы верим в обетованное Богом. Да? Очень часто, как люди сбиваются с правильной дурой? И начинают верить в то, что им надо от Бога. То есть, я не говорю, что это, ну, просто криминал какой-то. Но я думаю, что это не тот путь, который Бог хочет особым образом благословить. Хотя Бог отвечает и на такие молитвы. Потому что, когда мы верим в то, что нам надо, это исходит из контекста нашей временной жизни на земле. Это исходит из контекста наших нужд или желаний. Я не говорю, что это все так уж плохо прям. Но все это обусловлено только нашими, нашим мировоззрением. Нашим восприятием этого мира. И мы пытаемся, как бы, знаете, от Божьей океан затолкнуть в нашу лужу. Очень плохо получается. Кто-то когда-то сказал, ну, Божий все-таки, который не вмещает небо и земля, живет во мне. Вот прикол. Извините за это слово. Да, живет в тебе. Вообще, Библия говорит, как он в нас живет. Мы с вами написано, как живые камни. Из себя строим жилища нерукотворенные. Да, Богу. Ну, Бог строит нами, да? Используя нас. Фактически, если разобраться, то вот, как бы я думал об этом, может ошибаюсь, то Бог не живет в отдельно взятом верующем, который где-то как-то уверовал и где-то он находится. Знаете, по каким-то причинам. Он живет вообще в доме. А дом Божий – это церковь. Где Бог живет? В доме Божьем. А мы с вами составляем этот дом. Ну, это как вам еще объяснить? Вы видели органы, которые живут сами по себе? Все живет сами по себе. Вот, как-то само. Ну, может, как-то само и живет в пробирке. Но это не жизнь. Правда? Ведь органы, они живут в теле. Жизнь в теле. Вот. Поэтому, когда я людей встречаю, вот, особенно с нашей церкви, часто приходится на улицах встречаться, особенно во время евангелизации, или еще как-то. А вот. Всегда, а такой ответ я с вами соотделился, когда я встречаю, здравствуйте, как жизнь? Я с Богом. Я говорю, я не сомневаюсь. Вот эти все моменты такие. Поэтому, итак, обетование Божье. Обетование Божье, я думаю, что они связаны с мировоззрением Божьим, с намерением Божьим, которое вечное и неизменное. У Бога есть вечное намерение для тебя. Так или нет? Вот он что-то намеревается осуществить в твоей жизни, и это исходит из контекста того, кто есть он, а не из контекста того, кто есть ты. И очень примечательна жизнь Авраама, потому что то, что Авраам понимал, осознавал, очень такой богатый опыт, который начал со 75 лет его жизни. И вот Авраам, такой интересный человек, к которому Бог обращается, по неизвестным для нас причинам. Почему это был не какой-то там Осман, Иван, еще кто-то, это был Авраам? Вот Бог почему-то к нему обращается. Кто на это даст ответ? Никто. Вот он его выбирает, одного из бывших жителей Урахалдейского, и вот он к нему обращается, в бытие 12 глава, и сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ. Это он говорит человеку, который за 75 лет дожив, не имел ни одного ребенка, так как жена была висфлот. И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты сам будешь благословением для других людей. Я благословлю благословляющих тебя, злослойщик тебя проклянул, и благословятся всеми твоим, все племена земные, все народы. Итак, Бог что-то говорит из контекста того, кто он есть, из того бытия, в котором он есть, в жизнь человека, который он на земле. И естественно, Бог понимает, что Авраам все поймет привратно. Он с собой берет лото, он с собой берет имущество, и первое место, куда он отправляется, через Версавию в Египет, написано, и спустился, как в яму, Авраам в Египет. И там была первая проблема. Первая проблема была неразрешима, потому что его жену, от которой должны произойти великие благословения и явиться народы, она попала в горем к фараону. Я уже вам говорил. Юристы, адвокаты, все было против Авраама в Египте. Куда он не обращался, никто не помогал, пока Бог не наложил язву на дом фараона. Им пришлось отдать, и еще и дать подарки Аврааму, чтобы он ушел из Египта. Это все сделал Бог. Но в чем сказать, что восприятие Авраама было привратным? Потому что через время, не имея ребенка, упрекая Бога, Авраам берет себе в жены или в наложницы египтянку Агарь, помните эту историю, рождается от нее Исмаил. И на этом Авраам как бы успокаивается. Вы знаете, у нас у всех есть наши земные представления. Мы исходим из контекста нашего мировоззрения. И вот знаете, в чем сама проблема? Когда мы слышим Бога, мы пытаемся к этому применить свое представление. Мы к этому пытаемся применить свою человеческую веру. И сколько разочарований на этой дороге? Очень много. Очень много. Кажется, бесконечные разочарования. Что-то не работает. Бог не отвечает. И люди со стороны говорят, какой ты верующий? Как они это говорили Еву, помните? Еву, когда все потерял, они говорят, какой ты верующий? Как ты веришь вообще, парень? А он на куще пепла, где он скребет себя, он говорит, а я знаю, искупитель мой жив. Он показывал на Бога пальцем, уже одна кость торчала, уже шкуры не было, и ногтей. И в этом теле мои глаза, которые сейчас выпадают из меня, они увидят Бога. Что-то он знал. Да? Что-то он знал. Откуда эта уверенность была у Ева? Это была вера Божья. Вот то, чего очень часто мы не знаем, пока мы не попадаем в какой-то контекст жизни, где понимаем свое абсолютное бессилие. Мы не любим быть бессильными. Мы еще живы. Жива еще моя рука что-то сделать. Но наступает момент, где мы упираемся в стену, и мы бессильны ее преодолеть. И Давид взывает в одном салмом, вознеси меня над скалой, для меня недосягаемой, да? Вознеси меня на вершину. Обетование Божье. Мы знаем, что о Новом Завете написано так же, что Христос стал первосвященником Нового Завета. Это послание к евреям. Насколько я помню, восьмая глава. Сейчас прочитаю это местописание, чтобы как-то неправильно его не сказать. Послание к евреям. Восьмая глава. Шестой стих. Но этот первосвященник, Христос имеется ввиду, получил служение тем превосходнейшее, чем лучше он ходатай Завета, который утвержден на лучших обетованиях. Христос есть ходатай Завета, который утвержден на лучших обетованиях. Знаете, можно потеряться в пяти тысячах обетований. И что же я сегодня хочу? Что бы сегодня Богу мне подарить? Мы начинаем перелистывать Библию, мы что-то находим. То, что нам не нравится, мы пропускаем. Например, такое обетование, где он говорит, благословлю хлеб твой и воду, отвращу от тебя болезни, не будет преждевременно рождающих земле твоей, число дней твоих сделаю полным, врагов твоих погоню от тебя. Классное обетование. Мы там читаем, да, перед этим, что написано? Служите Господу, Богу вашим. А это не очень хочется. Служить себе хочется. В чем сказать? Когда человек замыкается на своих собственных интересах, и наша вера, она очень ущербна. Она очень часто связана с видимыми вещами, даже уже не похожа на веру. А вот. А вера Божья, она не связана вообще с внешним миром, она связана только с Богом. И вот, когда я с вами говорил о вере, помните, Иисус сказал, когда стоите на молитве, что? Прощайте. Какая глубина этого прощения? Какая это глубина этого прощения? Какая она? Прощайте, как были прощены Богом, через жертву Иисуса Христа на кресте. Есть ли меньшее прощение? Есть. До семи ли раз, Господь? Я могу тебя удивить. То есть, зрелость. Вот это отношение. Когда я начал смотреть на веру, которую Бог дает, и смотреть на Бога, то я увидел Бога, человека любивого, долготерпеливого, милосердного. Я увидел, что у Бога есть справедливость, есть, когда Он выносит определенные вердикты в жизни людей. Есть, когда Он что-то закрывает и налагает какие-то бремена. Такое может быть. Не спорю. Но то, что я увидел, я еще увидел, где Павел говорит в послании к Галатам в пятой главе, что не имеет значения никакое действие во Христе Иисусе, кроме веры, действующей любовью. Веры, действующей любовью. Помните, я с вами делился, как Христос преодолевал исключение, которым был подвергнут. Я думаю, что после сорокатневного поста если бы нас так давил Сатана, нам бы было очень сложно выставить как-то иначе, кроме если бы мы будем подражать Иисусу Христу. И приступил к Нему искусить, и сказал, если ты Сын Божий, сделай то и то и то. Христос мог сделать все, о чем Он говорил. Правда? Он мог это сделать. Вот. Но Христос не делает того, что Он хочет, отвечая Священным Писанием, цитируя Сатане. Написано, и Он ему цитирует три раза из старозакония. И когда мы смотрим на Христа, то Он жил тем, что Ему Бог сказал при водах Иордана. Сеи Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение. Итак, вера Христа, Его жизнь была движима любовью Божьей. Если мы начинаем опираться на какой-то другой источник, наша вера, она тоже может двигать что-то, какие-то процессы включать. Но апостол Павел предупреждает, если там нет этой любви Божьей, что значит нет любви Божьей? Опираться на любовь Божью. Особенно сейчас я прохожу не очень простое время. Даже очень непростое время. Но я заметил, что мне стало намного легче, особенно разбираться со страхами, которые наваливаются на меня. В последнее время я плохо сплю. Вот. Все время там возле отца, потому что все эти движения, он очень немощный сейчас. И я уже, знаете, даже когда его дома не было, он в больнице был какое-то время, я тоже просыпался в какие-то часы. Я просыпаюсь в среднем 2 часа, 4 часа, 5 часов. Вот я просыпаюсь в таком режиме. Мы уже привык. Вот. Знаете, в моей жизни достаточно много страхов, с которыми я начал потихоньку разбираться. Когда на самом деле у меня что-то внутри начинает, знаете, как кисель внутри. Что размывает меня. Я себе встаю и говорю, я сын возлюбленный, в котором Божье благоволение. Я ученик, которого любит Иисус. Мне стало настолько легче решать вопросы в моей жизни. И откуда берется эта внутренняя сила? Я понимаю, это Бог. Я начал понимать, что вместе с любовью моя жизнь стала наполняться верой Божьей. Понятно, что хотелось бы, знаете, ну, может, где-то гору подвинуть или где-то огонь свести. Но я понимаю, что вера Божья действует в соответствии с характером Божьим, с его любовью, с его отношением. И я понимаю, что вера Божья является так же безусловным даром, как и безусловно Божья любовь. Вот как интересно. Нет условий, чтобы иметь веру, кроме как быть в русле того, как Бог относится к тебе. И обетование Божье. Скажите мне, пожалуйста, почему Бог дал Аврааму обетование? Ну, Авраам, наверное, был лучший из урохалдейского. Особенный человек. Он был, как бы, уважаемый всеми. Ну, когда мы с вами открываем послание к римлянам, четвертую главу, мы там читаем. Если Авраам имеет похвалу за то, кем он есть, что он делал, может быть, перед людьми, но не перед Богом. Аврааму нечем было похвалиться Богу, нечего было Богу предоставить, чтобы получить обетование, о котором он даже не имел никакого представления. Что у него было? Желание сердца. Какое это желание сердца? Иметь сына. хорошее желание, правда? У него было желание иметь сына, но оно было неосуществимо. Невозможно по человеческим представлениям. И вот Бог к нему говорит, я благословлю и произведу от тебя великий народ. И в семени твоем благословятся все племена земные. То знаете, что-то вдруг в жизни взрывается, открываются какие-то вообще закрытые вещи, невероятные вещи. И настолько это было впечатляюще, что Авраам клюнул и пошел за Богом. Так или нет? Вы знаете, я все время хочу, чтобы у меня что-то на рыбалке клюнуло. У меня дома два пекинеса, знаете, они иногда могут мне затащить какую-то вот эти из кожаной косточки такие. И когда они просятся на кровати, они запросятся в зубах с этими косточками. Ну, так уж они такие косточки, это не кости говяжьи или там еще какие-то. И вот они с этой косточкой просто на кровати, потому что они хотят лечь возле меня и жевать эту кость на ухо мне. Я уже привык. И вчера ночью раз что-то в палец мне колет, и раз-раз это косточки. Так раз кинул, Нина говорит, что ты там кинул? Это косточка собачья. Слышишь, что-то к ней тихонько там-тан-тан подошла, говорю, кто-то, говорю, уже клюнул. Кто-то ее искал. Знаете, вот Авраам клюнул, а он пошел. И он пошел, не совсем понимая, но что-то взорвало его воображение, взорвало его мир. Еще хочу сказать, самое важное, что я увидел, обетование Божье безусловно. Нет условий, чтобы Бог, а знаете, например, воля Божья есть исцеление, но шаг 1 исцеление, помирись с мужем или помирись с женой, шаг 2 помирись с детьми, шаг 3 помирись с людьми в церкви, шаг 4 и так далее. Нет шагов исцеление Божье безусловно. Божье благословение безусловно. Нет условий. Потому что Бог не основывается на нас. Никогда. Он основывается на самом себе и на том, что Он желает нам дать. Он называет нас наследниками. Так? Он называет нас наследниками того, что Он нам приготовил. Как бы ни получалось жизни, но мои дети, какие бы они ни были, у меня три сына, они в равных долях получат наследство, которое я им оставлю, материальное. Бог же дает нам наследство неограниченное. Знаете, что-то должно внутри нас взорваться, как в Аврааме. Что-то вдруг открывается. Понимаете, я когда-то слушал, забыл имя проповедника, он говорит, я последовал за Богом по одной причине. Бог мне сказал, я не ограничу тебя ни в чем, беги как можно дальше в моих обетованиях. И он тебя за ним пошел, потому что все всегда меня ограничивали, обуславливали, говорили, почему я этого не должен или не могу иметь. Но все Писание нам говорит, почему мы можем это иметь, почему мы можем этого достичь. Не исходя из своего земного человеческого представления, а сообразуясь с пониманием Божьим. Итак, Христос стал ходатаем Завета, который утвержден на лучших обетованиях, которые безусловно предоставлены каждому из нас. Теперь нам нужно понять Бога. Нам очень важно понять Бога, потому что понимание определяет мировоззрение. Вы понимаете, что у нас в жизнях, хотя мы верим в одного и того же Бога, в единого, в святую троицу, называемый отцом и сыном и святым духом, у нас о нем разное представление. Потому что оно исходит из определенного контекста жизни. Правильно? У кого-то Бог великий, кто-то его хвалит, а кто-то сегодня его хвалит не Бог. По каким-то своим причинам. Но если вот так Бог относится к нам, не ставля никаких условий, кроме как быть в русле того, где Он движется в нашей жизни, конечно, мы можем идти своим путем, но если это мой путь, почему Бог должен ходить моим путем, а не я должен ходить его путем? Кто из нас больше? Я понимаю, что Авраам пошел путем Бога и совершил очень много ошибок, но остановило ли это Бог? Посмотрите, как говорит Писание. Шестая глава послания к евреям. Апостол Павел пишет к церкви, говорит, желаю же, чтобы каждый из нас, 11 стих, для совершенной уверенности, в надежде, оказал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог давая обетование Авраам как не мог ни кем высшим клялся самим собой. Как все интересно, да? Бог клянется самим собой. Почему? Потому что куча сомнений в тех невероятных вещах, которые Бог нам открывает. Говоря, истинно благословляю и благословлю тебя, размножаю и размножу тебя. И так Авраам долготерпел получил обещанное. Люди клянутся выше. И клятву удостоверения оканчивают всякие споры. Поэтому и Бог, желая преимущественно показать наследникам обетования непреложность своей воли, непреложность понимаете слово? Неизменность. И еще одно понимание никогда не отнимется от тебя. Это неизменно и где бы ты ни был Божье намерение всегда останется для тебя. Оно может быть никогда не реализовано. Да, такое может быть. но оно никогда не изменится в намерениях Божьих. Что зависит от меня? Именно поиск веры. Именно поиск понимания сердца Божьего. Неизменность своей воли употребил посредством клятвы, дабы в дух непреложных или неизменных навсегда это характеризует Бога неизменных вещах, неотъемных, которых невозможно Бога солгать твердое утешение или имели мы перебившие взяться за предлежащую надежду. Которая написана как кот выйти, как якорь. Она ведет нас за занавесу, куда вошел Христос, стал предосвященником по щену Мелхиседека. Итак, мои дорогие, смотрите на Авраама. И вот мы смотрим на контекст его жизни. Есть такие вещи в жизни Авраама, хочу с вами поделиться, о которых я, возможно, не все понимаю. Когда я считаю с вами послание к евреям, то я считаю такие вещи. Смотрите, Авраам, вы понимаете, что у него было куча ошибок и недостатков? Понимаете, да? И они у него всегда были. Сомнения. Вот эти Сару два раза в Гарем отдавал, смеялся с обетований Божьих, и Сара смеялась, да? Вообще она смеялась внутренне. То есть они не верили. И Бог как бы не обиделся. Он понимал, что у них нет его веры. А потом мы обо времени читаем. Он с надеждой поверил, что он может наконец-то заняться сексом. После двадцатилетнего перерыва. Так или нет? Плохо ли это, братья и сестры? Братья, плохо ли это? Понятно. то не может быть. А потом сверхнадежды поверил с надеждой, что он может. Понятно, что это касается его лично. Но есть ли вещи, которые лично касаются между нами и Богом? Есть такое вообще? Есть что-то в Боге, что должно взорвать тебя? если это не взрывает твой внутренний мир, что-то не так. Если твоя вера обыденная, представление о Боге обыденное, ты его не ищешь. И вот что я хочу прочитать об Аврааме. Смотрите. Десятый стих одиннадцатой главы. «Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Стоп. В бытие вы находите, что Авраам видел небесный Иерусалим. А в посланнике евреям мы находим, что он ожидал города. Смотрите, он ходил по земле, но ожидал города художником и строителем, которого есть Бог. Сегодня полно христиан, которые вообще не верят в воскресение из мертвых. Вообще не верят в небесный Иерусалим. Да хоть бы ты Измаила моего благословил. О чем идет речь? Бог говорит, и Измаила твоего благословил, и произведу от него двенадцать народов. Но наследником будет сын, который родится по вере. Итак, Авраам, есть какие-то вещи об Аврааме странные. Давайте дальше еще прочитаю с вами. Странные вещи об Аврааме. Ибо если 15 стих они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возродиться, то есть в урхалдейский. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому Бог не стыдится их называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Есть один момент, почему много христиан говорят о том, о чем говорила Людмила. Нет любви. Потому что много сегодня христиан хотят, чтобы Христос пришел как можно позже. Когда мне будет 90 лет, приди Господь. У меня есть много причин, по которым ты еще не должен приходить. Скажите, какие у людей могут быть причины, по которым бы Бог не должен приходить? Давайте. Ну, понятно, на грех. Давайте мы грех оставим. Ну, первый. Построй дом. Так? Второй. Посадить дуб. На него повесить золотую цель. Родить сына. Но есть другие моменты. Я просто олицетворяю женское мнение. Я еще не вышла замуж. Да? Я еще не устроил мою жизнь. Я не вижу ничего плохого. Но когда это становится причиной, по которой ты не ждешь его? Написано, ибо они стремились к земному, да, или к небесному. Вот знаете, самому себе надо задать вопрос, а стремлюсь ли я к небесному? А жду ли я Христа? Я не хочу никого из вас обидеть. Знаете, когда мы ждем Христа, хотим на небо, когда нас зажало так, что некуда деваться? Тогда не задавайте Богу вопрос, а зачем Он нас зажимает? Зачем Он позволяет? Знаете, Бог позволяет, потому что Он знает, что в этой церкви проповедуются о том, как побеждать искушение. А искушение побеждается верою в то, что ты сын возлюбленный. Где бы ты ни был, как бы ни получалось, как бы ты ни вляпался, низко ни упал, как бы ты далеко от Бога не ушел. Фарсист, да, туда, куда Иона бежал? Помните, да? Он бежал от милосердного Бога. Я знал, что ты милосердный, помилуешь ненавитян. Что он только не пытался сделать, и утопиться, и перевариться в желудке у кита. Что только не пытался сделать, да? Где бы ты ни был, ты всегда есть сын и дочь возлюбленная. Вот в этом таится столь вопроса, что тебе всегда предоставляется ресурс Бога. Знаете, это очень сильно похоже, когда Бог пришел в Эдемский сад, зная, что произошло на самом деле, и он, знаете, это не был крик отчаяния, я не думал, что Бог отчаивается, но это был крик отца, который говорил, сын, ты где? Авраам, извините, Адам, где ты? Где ты? Он говорит, я в кустах. Я убоялся, я спрятался от тебя. Он говорит, ты все равно мой сын возлюбленный, в котором мое благоволение. Дьявол нас забивает. Я еще хочу сказать, мы попадаем под давление искушения, которое ломает нас только тогда, когда сатана нас отрывает от любви Божьей. Тогда и вера как-то не работает, и все как-то не течет. Вы знаете, есть короткосрочные искушения, которые очень долго были в моей жизни, они были недолгосрочные, очень быстро проходили, все снова возвращалось в свои круги, снова все было нормально. Последнее время в моей жизни долго текущие искушения. Может быть, казалось бы, смешным, я хочу с вами поделиться своим переживанием. Вы знаете, что у меня дома лежит умирающий отец. Кто скажет, где же твоя вера, воскреси его из мертвых. А вот, нет у меня веры на воскрешение, его из мертвых. Ему 75 лет. У меня есть вера, чтобы он был в раю. И мы с ним каждый день, вот, где-то, где-то, вот, сегодня часов в пять, наверное, молились, с ним молимся, верой, исповедуем Иисуса Христа личным Господом. Камемся во всех грехах. Каждый день это делаем. Отец может меня обмотюгать, он называет меня другими именами, но мы снова с ним молимся, потому что я верю, что в раю мы с ним будем в радости вечно. И вот что у меня есть? Знаете, я очень хотел, как бы, быстрее, чтобы это все прошло. Все это началось с лета. Вот, когда ему ампутировали ногу, и в больнице я пролежал с отцом, вот, и, вот, вы знаете, как я люблю больницы. Знаете, да, как я хожу на евангелизации? Все знаете, да? Вот, мачеха уже не могла за ним смотреть. Вот, и я его забираю несколько недель назад, и вот есть один момент, который Бог мне напомнил. Он мне напомнил Сире Финикиянку, которая шла за Иисусом Христом и говорила, Господи, дочь моя беснуется. Я думаю, что это было очень долго в ее жизни. Прошу тебя, освободи ее от этого беса. Христос повернулся к ней и сказал, нехорошо взять хлеб у детей и дать его псам. То есть, в данном случае была эта Сире Финикиянка, да? На что она ответила? Да, Господь, но и псы едят крохи под столом у своих господ. Что удивило Христа, который сказал, о женщина, велика твоя вера, иди, без выживания с твоей дочерью. В чем весь вопрос и как я изнутри это понимаю в своей жизни? Знаете, в такой ситуации мы молимся следующим образом. Господи, или исцели, или забери, потому что я устал от этого. Ну, я знаю, что вы духовнее меня. Супер, молодцы. Но я честно хочу быть с вами сегодня. Я думаю, я не хочу быть перед Богом человеком, который молится Бог, реши этот вопрос, я не верю в исцеление, скорее забери его на небеса, потому что я от этого устал. Я очень стал осторожен с этой мыслью, потому что я понимаю, это неправильно перед Богом. Это неправильно по отношению к моим эмоциям. Что бы мне папа вообще сказал? Он ясно, у него два инсульта, он уже не совсем ясно все это понимает. Он бы ясно понял, что я хочу. Ну, нормальный мотив вообще, вы мне скажите. Нормальный сын. А это ты понимаешь, когда ты в этой ситуации. Вы со мной здесь, да? Вам интересно, да, мои переживания? Хочу с вами быть искренним, потому что Павел говорит, предоставляю совесть всякому человеку перед Богом. Я просто понял, что нехорошо Богу молиться, вот таким образом. Нехорошо иметь такой мотив. Это неправильно. Значит, с этим надо что-то сделать. А как проходить? Как? Я сказал, Господь, я хочу у тебя одного просить. Дай мне благодати каждый день проходить с чистым сердцем. Каждый день вы рядом с моим отцом. И Бог меня начал наполнять любовью к нему. Вы знаете, у меня были претензии к нему. Потому что он полностью переключился и на семью моей мальчика. То есть, он был там полностью от этого отрезан. И у меня нас с сестрой по этому поводу есть мнение. А вот. Но Бог начал мне давать любовь. Любовь, потому что этот человек не встает, в туалет он не ходит. Кто ухаживал с такими людьми, вы знаете, что это такое, да? А вот. И мне не противно. Я не вымазываю руки. И знаете, когда телесо становится легче и легче, что-то внутри такое странное у меня просыпается. И когда я его беру на руки, поднимаю и перекладываю, переворачиваю, вот. Что-то стало меняться. И я понял, это не я. У меня совершенно другое сердце. Что-то внутри меня происходит. Я начал понимать, что есть воля Божья, чтобы взрастить меня до уровня использовать Божий ресурс мудро и правильно. Потому что можно столько дров наломать. И знаете, ты когда начинаешь перефокусироваться, становится не тяжело. На самом деле не тяжело. Я не жалуюсь, мне стало не тяжело. хотя перед тем, как поехать за ним и забрать его к себе домой, я рожал, извините меня. Я рожал это решение. Я оттягивал это решение. Потому что я понимал, я буду обусловлен, отягощен этими заботами чрезмерно. И сразу было очень трудно. Сразу нам всем было дома трудно. Сейчас все выровнялось, все настроилось, все течет своим чередом. Я Бога не прошу ни о чем, кроме как дать благодати на каждый день чисто проходить эти дни. Проживать чисто, без ожиданий, чтобы выскочить, умыть руки и сказать наконец-то произошло то, чего я хотел. Вам что сегодня помогает вообще? Почему Бог это допускает? Он хочет иметь дело с человеком, который его понимает. На самом деле, второе, я хочу вам сказать, я понимаю людей еще больше, которые проходили или проходят через эти ситуации. Я совершенно по-другому на это все смотрю. Бог меняет мое сердце. Конечно, можно было разозлиться, обидеться, ну знаете, скрипять зубы, проходить. Это бы не изменило моего сердца. Итак, я увидел, что Бог меняет нас. И Он допускает различные ситуации, в которых Он дает и благодать, и веру их проходить. Может быть, не все я пойму в контексте моей жизни. Может быть, не все я осознаю. Но я начал думать, а к чему же Бог ввел Авраама? Чего он хотел? Вы знаете, Катай уже прошли тысячи лет. Может быть, в контексте своей жизни Авраам не до конца все понял. Но есть одно выражение Иисуса Христа. По-моему, это, я не помню главу, это Иван Леотеана, где Иисус Христос говорит, Авраам увидел мой день и возрадовался. Фарисеи говорят, Авраам умер уже тысячи лет назад, а тебе и пятидесяти лет нет. И ты говоришь, Авраам видел тебя. Авраам увидел результат своей веры в явлении Христа в этот мир. Когда я начал смотреть на желание Бога, просто Бог хотел дать дар всем людям, чтобы его Сын пришел в этот мир. И для этого нужно было взять Авраама, провести его через его жизнь. От которого родится Исаак, от Исаака родится Иахов, от Иакова патриархи, от патриархов произведется миллионный народ, которому будет дано слово Божье, который будет стараться исполнять эти заповеди, служить Богу, пусть у них там плохо все получалось. В конечном итоге, в этот народ рождается Христос, дар всем людям на земле. И Авраам увидел, увидел, во что он верил, он видел подарок Божий всем людям, Христос явился в мир. Вы представляете? Итак, мои дорогие, пересматривая все эти вещи, пересматривая Новый Завет, я могу увидеть конечный результат, которым ведет меня Бог. Я могу понять Бога. И когда я пойму Бога, моя жизнь будет соответствовать Его замыслу. Не моему замыслу, не моим желаниям, а Его замыслу. Смотрите, есть интересный момент. Давайте оставим сейчас Авраама. Христос на горе Преображения. Помните этот момент? Очень сильно. К нему приходят два человека. Небожителя. Ну назовите мне, кто? Моисей Илья. Что они собой олицетворяют? Моисей олицетворяет закон, Илья олицетворяет пророки. Вы знаете, как Ветхий Завет называет Израиль? Законы пророки. Все Писание об этом. Они приходят беседуя с ним о чем? О его исходе. О исходе жизни Иисуса Христа. Там находятся еще три ученика. Петр Иоанн Иоанн Помните, да? И глаз с неба глаголящий. Се есть Сын мой возлюбленный. Его слушайте. Я сначала думал, что это было только к троим ученикам. Однако это было к Моисею Илье. Потому что Илья и Моисей вернулись из своего времени для них в будущее. Для Иисуса это было настоящим и для учеников. Они увидели преображенного Христа на горе. Пришли из своего времени, чтобы ясно и быть четко утвержденными, что же Бог имеет в виду для их жизни. Для тебя Моисей и для тебя Илья это Сын мой возлюбленный, которого слушайте. Потому что результатом вашей веры должно быть стать, что Бог станет человеком и придет в этот мир. Ваша суть служения, ваша суть жизни, чтобы вы сделали все для того, чтобы Сын Божий стал человеком, пришел в этот мир и стал даром Божьим для всех людей в этой жизни. Для вас что-то вырисовывается? Теперь моя жизнь. Я не Моисей и не Илья, но я тот же Сын Божий. Я также Его ученик возлюбленный. Какой смысл жизни Бога? Что Он видит в моей жизни? Он хочет, чтобы люди в моей жизни встретились с даром Божьим, с Иисусом Христом. Может быть это будет Евангелие без слов, просто служение этим людям. Может это будет какое-то участие в жизни человека. Может это будет непосредственно проповедь Христа. Но в конечном итоге для всех христиан Бог желает одного, чтобы они стали Божьим благословением в жизни других людей. И тогда от них отпадают все вопросы. Почему? За что? Для чего? Есть одна цель сформировать зрелого человека. В Познании к Ефесянам Павел пишет, чтобы Христос возрос в сердцах наших. И мы утвержденные, укорененные в любви Божьей могли познать со всеми святыми широту и долготу, глубину и высоту превосходящую любви любовь к Христову. Чтобы нам исполнится всей полнотою Божьей. У меня есть вопрос, а зачем? Ну, ты ходишь в такая полнота Божья, да? Я полнота Божья, у меня все есть, у меня хороший дом, хорошая семья, хорошая машина, все устроено, свободного времени вала. Вот, как бы, человеческое желание. Но он что хочет? Чтобы ты стал даром Божьим. чтобы через тебя человек получил жизнь вечную. Христос говорит, я есть жизнь вечная. Так он говорит. У каждого из нас есть этот дар. Но не у каждого из нас сформирована внутренняя личность, чтобы делиться этим даром. Я знаю, мы по-разному можем воспринимать обстоятельства жизни. Но я стал понимать, что весь контекст моей жизни для одного делиться любовью Христа с другими людьми. Получится у меня, не получится, я стал понимать. И когда я стал понимать, мое мировоззрение стало меняться. Не в контексте моего человеческого представления, а в контексте Божьего намерения. Зачем Бог создал церковь? Посмотрите, сколько людей просто ходят в церковь. То есть все христианство сводится ходить в церковь. Это мое место в церкви. Пожалуйста, подвиньтесь. Я здесь уже очень долго. Ну, карточку мы на школе шеу пишем имена людей, где кто сидит с определенной целью. Подписывайтесь в свою карточку. Но дело ведь не в этом. Сегодня мы с вами православные праздники отличаются от всего мира. православные у нас отличаются. Мы особенные люди. И мы с вами привыкли к традиции. Но мне нравится эта традиция. Начиная с декабря переходим в январь празднуем Рождество. С месяц где-то празднуем. Кто такой родившийся этот младенец? Смотрите, у Марии не возникло вопроса, что в хлеву, что нет места в самой лучшей гостинице в Вифлееме. Сколько там 7 звезд надо, да? Есть нет, 5 есть, да? Извините, 5. Что так все? Она даже что она говорила? Величает душа моя Господа и Дух Спасителя моего, да? Он через меня явил дар всем людям в этот мир. Посмотрите на всех верующих, они все поняли, что они должны явить этот подарок. Ветхий завет работал на то, они трудились и жили, чтобы Он пришел в этот мир. Он пришел в этот мир. Он вошел в нашу жизнь. И теперь Он через нас хочет входить в жизни других людей. Это весь контекст жизни. Как у вас получается, так и делайте. Но чем более зрелый вы человек, другие люди будут замечать это и говорить, у тебя это есть. Они говорят, у тебя это есть. ты другой человек. У тебя Он есть в жизни. Так оно и есть, дорогие мои. Чем менее мы зрелы, тем менее мы отличаемся от обычных людей этого мира. Как всегда есть вопрос у тебя Он есть в твоей жизни или нет? Потому что написано свидетельствует дух духу нашему, что мы дети возлюбленные дети Божьи. А в Аллах так написано не раб, но сыны, а как сын, так и наследник великих обетований Божьих. Что мы с кислым лицом будем славить Господа. Что нам трудно будет подняться и крикнуть аллилуйя церкви. Что трудно нам будет где-то в другом месте сказать да я христианин, да я люблю моего Господа. И потому что Бог в моей жизни я могу любить людей. Не своей человеческой любовью. Мы можем все это сделать. Не знаю чего поднялись, я вообще просто образ знал. Давайте помолимся. Господи мы тебя благодарим. На самом деле что мы имеем величайший дар в нашей жизни. Сына твоего Иисуса Христа. И независимо от того что происходит и как происходит мы знаем что ты работаешь во всех обстоятельствах с нашими сердцами. Чтобы мы могли передать этот дар другим людям. И мы тебя благодарим. Также мы тебя благодарим что мы имеем здесь возможность причащаться Сына твоего. Его крови, его тела. Благослови нас Господь твоим Иисусом Христа. Братья виноградной лозы возьмем этот хлеб и помолимся.